Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Виктор Леонидов. В сегодняшнем обзоре речь пойдет о наиболее удачной, по нашему мнению, модели телескопа с системой автонаведения, адресованной начинающим любителям астрономии. Она относительно недорога, имеет качественную оптику, удобное управление и проста в эксплуатации. Итак, представляем Вам Celestron Nexstar 130 SLT. Телескоп поставляется в двойной картонной упаковке. Наружная, невзрачная, технологическая, внутренняя, подарочная, очень нарядная, качественная и весьма информативна. Осмотрев ее с разных сторон, можно составить первое впечатление о телескопе, о его функциях, возможностях и комплектации. Внутри сверху находим фирменный гарантийный талон, красочную инструкцию, выполненную в форме комикса, и несколько дисков с многоязычным программным обеспечением и мануалами. Под ними уложены уже собранные основные части телескопа, что существенно ускоряет процесс установки. Штатив поставляется с уже установленной полувилочной азематальной монтировкой. Нам остается отрегулировать нужную высоту штатива, одновременно контролируя его горизонтальность, используя встроенный пузырьковый уровень. Теперь для большей жесткости остается закрепить полочку-распорку и можно устанавливать трубу телескопа. Для ее крепления на конце вилки предусмотрена стандартная площадка «Ласточкин хвост». Труба телескопа надежно упакована в дополнительной картонной коробке. Несмотря на маленькие габариты, вес трубы небольшой. Расмотрим ее поближе. Труба изготовлена из тонкой стали. Жесткость ей придают передние и задние фланцы. Последний является частью оправы главного зеркала телескопа. В оправе расположены три пары юстировочных и фиксирующих винтов с накаткой. Вторичное зеркало установлено на пауке из четырех тонких металлических растяжек. В стакане паука имеются один фиксирующий и три юстировочных винта. Главное зеркало светосильное, параболическое и имеет центральную метку для юстировки. Фокусер телескопа двухдюймовый, реечный, корпус пластиковый, а подвижная втулка металлическая. Телескоп комплектуется двумя неплохими окулярами 9 мм и 25 мм, простым искателем красная точка со стандартным креплением, адаптером для установки двухдюймовых окуляров, адаптером для установки окуляров 1,25 дюйма, который без труда превращается в адаптер с Т-образной резьбой для установки фотоаксессуаров. Для электропитания в основании вилки под крышкой с логотипом Celestron предусмотрен отсек для восьми батарей или аккумуляторов типа размера AA. Однако целесообразнее использовать дополнительный автономный блок питания Power Tank. Для его подключения в правой нижней части вилки предусмотрен специальный разъем, чуть выше расположенные разъемы для подключения пульта управления и внешних устройств, а левее утопленная в глубине корпуса кнопка включения питания с красным индикатором. Как видим, процесс сборки телескопа не вызывает никаких сложностей и займет лишь несколько минут. Теперь можно приступить к настройке телескопа с помощью пульта управления. Новый пульт Nextar Plus многоязычный, выберем русский язык. Это существенно облегчит и ускорит дальнейшую настройку, процедуру позиционирования телескопа и поиск объектов при наблюдениях. Этот светосильный телескоп в первую очередь рассчитан на наблюдение Deep Sky объектов и мы, применив некомплектный тридцати двухмиллиметровый двухдюймовый окуляр, спална полюбовались богатствами Млечного Пути на широком поле зрения. Среди звездных россыпей весьма контрастно выделялась планетарная туманность М27 в созвездии Лисички. Различались ее зеленоватый цвет и форма надкушенного яблока или гантели, давшая название туманности. Шаровые скопления тоже оставили приятные впечатления, они уже не казались туманными пятнышками, а вполне уверенно распались по краям на отдельные звезды, особенно хорошо заметные боковым зрением. Хороши были и рассеянные скопления, огромное количество звезд усыпало практически все поле зрения, у ярких звезд просматривался оттенок, порадовало практическое отсутствие хроматизма и других аберраций. Увеличений комплектных аксессуаров для наблюдения планет, конечно, недостаточно, и мы применили 4-мм широкоугольный окуляр. Сатурн порадовал достаточно большим раскрытием колец, щелью Кассини и поясными зонами. Рядом без труда различался самый яркий из спутников Титан. В тот же окуляр и на Юпитере мы обнаружили достаточно много деталей – экваториальные полосы и полярные зоны, большое красное пятно и тень от Ио на диске планеты. Без труда наблюдались и остальные галилеевые спутники. Уже далеко за полночь мы дождались восхода Луны и направили телескоп на наш естественный спутник. Луна прекрасна при любой фазе, всегда найдутся подходящие объекты для наблюдений – горы и долины, моря и заливы, и конечно многообразие кратеров – главное ее достопримечательности. Подведем итоги. Телескоп Celestron Nexstar 130 SLT – это многофункциональный и портативный инструмент, который подойдет для наблюдений всех типов небесных объектов. Он мобилен, компактен и может эксплуатироваться даже на небольшом балконе. Телескоп оснащен качественной оптикой, отличной электроникой и неплохой механикой. Комплектные окуляры достаточно хороши, однако не раскрывают возможности телескопа. И конечно необходимо расширить набор окуляров, причем можно рекомендовать и двухдюймовые аксессуары. Некоторые нарекания вызывают небольшие люфты и вибрации, заметные на больших увеличениях. Ну а это плата за компактность и небольшой вес монтировки. К слову сказать, вибрации затихают достаточно быстро. Итак, сегодняшний вывод лаборатории Астроскоп. Телескоп Celestron Nextstar 130 SLT будет отличным вариантом для начинающего любителя астрономии и доставит ему немало приятных минут на пути познания великих тайн Вселенной. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!